Этой осенью молодёжь Хабаровского края сможет принять участие во Всероссийском форуме социального призвания платформы «Росмолодёжь. События». Мероприятие пройдёт с 8 по 11 сентября в Санкт-Петербурге. Впервые форум соберёт не только молодых специалистов социальных учреждений, внебюджетных фондов, служб занятости студентов, журналистов и блогеров, но и школьников от 14 лет, которые связывают своё будущее со служением людям. Вместе участники сформируют образ будущего социальной сферы и стратегию развития отрасли в стране. Форум создаст площадку для обмена опытом и лучшими практиками среди молодых специалистов и позволит экспертному сообществу обсудить достижения и актуальные вопросы в сфере некоммерческого сектора, место и роль НКО в социально-экономическом развитии города, способы повышения эффективности деятельности НКО, вопросы взаимодействия с органами государственной власти. В программе форума лекции, мастер-классы и практикумы по четырём трекам «Эффективная занятость, жизнь без границ, инфраструктура, заботы и социальные кросс-коммуникации». У участников будет возможность представить собственные проектные инициативы в социальной сфере на грантовом конкурсе «Росмолодёжи» платформы «Росмолодёжь-гранты». Победителей определит экспертное жюри по итогам комплексной проверки и публичной защиты. В преддверии форума также будут запущены акции «Добрых дел» в рамках Всероссийской программы взаимопомощи «Мы вместе». Чтобы принять участие во Всероссийском форуме социального призвания, необходимо пройти регистрацию на платформе и выполнить задание. Регистрация продлится до 25 июля 2023 года. Участие в форуме бесплатное. Напомним, на территории Хабаровского края также пройдёт грантовый конкурс в рамках Всероссийского молодёжного образовательного форума «Амур» по направлениям «Если быть, то быть первым» – сумма гранта до 100 тысяч рублей, развитие малых городов и добро пожаловать домой – сумма гранта до 1 миллиона рублей. Заявку на грантовый конкурс можно подать зарегистрированным участникам до 10 августа 2023 года на платформе.